не успела я на африкантова прийти на проект как уже сцепилась участницей всем привет друзья не забудьте подписаться на канал кто еще не подписан и досмотреть мой ролик до конца марина африкантова покинула проект чуть меньше года назад а накануне в периметр в поисках любви пришла ее племянница я на африкантова свое время девушка успела побывать на шоу в качестве гостей однако строить отношения ни с кем из участников не захотела теперь же я на твердо убеждена что сможет устроить личную жизнь на проекте как когда-то ее звездная родственница вот только коллектив в этом пока сомневается к примеру я на захарова считает я но без перспективной участницей и готова хоть сейчас отправить ее за ворота при этом захарова по мнению ее тезки высмеяла не только ее но и марину и спускать этого на тормозах младшая африкантова не намерена по словам девушки захарова сделала ней преждевременные выводы и не имела права шутить по поводу ее умственных способностей более того африкантова уже заткнула рот считающий себя главной захаровой заявив что в отличие от засидевшихся на проекте старушек у нее уж точно есть все шансы построить любовь сама захарова не скрывает что пытается относиться к я не лояльно только из-за ее родства с мариной давид манукян не клюнул на флирт от девушек проекта напрасно бесхозные красотки носились со своими фото в периметре пытались доказать что очень востребованы как медийные личности и достойны самого лучшего выяснилось что попытки маши давидовой и я на захаровой стать известными и популярными за счет давида манукяна потерпели полный провал в эфирах телестройки девицы так сырались а уйти я не захаровой пришлось с обидой и горечью о чем известно из новостей таблоиды и паблики ограничились общими словами что девушки дома 2 претендует на внимание бывшего жениха ольги бузовой манукяна проверка саму возможность примирения с телеведущей так как бывших вычеркивает из своей жизни а слухи о возобновлении отношений между бузовой манукяном появляются в сети постоянно а я не захарова остается опять за воротами искать кавалеров в ночных клубах продолжая как и надя ермакова мечтать о том что кто-то уверенный в себе и видящий в них не бывших участниц проекта а достойных женщин заметит и сделает счастливыми и обязательно известными что пока плохо получается в том числе и за счет давида манукяна андрей черкасов обошел даже ксению борзину и теперь выигрышно отличается от других ведущих дома 2 андрей черкасов и кристина черкасова открыто демонстрируют семейную идиллию год назад супруги впервые стали родителями и хотя конец 2020 года стал для них временем испытания о разводе кристина и андрей даже не помышляют более того сейчас черкасов серьезно настроена второго ребенка и уже просит кристину родить ему дочь к слову статус семенина выигрышно выделяет андрей среди ведущих к примеру ольга орлова давно в разводе а влад кодони вовсе никогда не был женат и даже ксения бородина официально разорвала отношения с курбаном после шести лет брака черкасов стал единственным среди ведущих кто до сих пор скреплен семейными узами несмотря на то что личная жизнь или ее отсутствие вряд ли могут быть помехой для работы ведущими свете концепции дома 2 это все же является одним из ключевых факторов зрители давно говорят о том что люди чьи отношения с противоположным полом далеки от идеала вряд ли могут учить других строить любовь и главная проблема здесь в том что они недостаточно компетентны в этом вопросе а вы как считаете алена савкина в очередной раз побывала на узи и как выяснилось не ожидала таких результатов за последний месяц алена в третий раз делает узи после второго раза девушка призналась что же получила нагоняет гинеколога однако сама не видит ничего плохого в том чтобы лишний раз посмотреть на малыша накануне алена сообщила результатах очередного осмотра девушка не стала скрывать от фолловеров насколько удивлена по словам молодой мамочки малыш с момента последнего исследования заметно подрос уже сейчас у него просматривается головка ручки и ножки более того на мониторе узи савкина даже смогла рассмотреть его шевеление к слову в последнее время в отношениях беременной аленой или семина наблюдается идиллия парочка вновь заговорил о свадьбе а сам илья под давлением савкиной даже устроился на работу бывшая участница анастасия паршина подалась на дом 2 от безысходности и стала матерью-одиночкой не может успокоиться девушка по поводу появления на проекте никиту манского раз пригласили только у манского с его мамой получайте искреннее признание паршиной о том зачем вообще такая успешная модель приходила на проект всему виной безысходность ведь из-за пандемии выезд анастасии паршиной за пределы страны стал невозможен потому она отправилась на телестройку надеялась денег заработать раскрутить социальные сети что не особо удалось зато теперь у нее есть сын адриан постоянные разборки с никита уманским и мамский блок в инстаграм при этом настя паршина уверена что справиться с временными трудностями хотя и признается что дом 2 ее надежд не оправдал а появлению ребенка она очень рада хотя недовольна клеветой свой адрес со стороны его отца решила из появления на поляне никита уманского выжить все что возможно или дает совет тем кто питает иллюзии о возможностях продвинуться на телепроекте не тратить зря время надя ермакова боится проиграть порис лесковец с большим трудом переживает надежда свои собственные неудачи как случае с пролетом ее намерения полететь на сейшелы пока кристина лесковец радуется своей победе в проектном конкурсе и благодарит в социальных сетях тех кто ее поддержал ермаковой приходится задуматься не ждет ли ее судьба других бывших возвращенцев таких как я на захарова или юлия ефременкова отправленных за ворота не потому ли в эфирах дома 2 выяснилось что ермакова боится проиграть спорить лесковец она даже на тет-а-тете не могла аргументы своей неприязни кристине подобрать ведь та за словом в карман не лезет пришлось искать по старой памяти наде утешение в объятиях хоть и дружеских глеба жемчугова раз уж откладывается вылет на острова не случайно же кристина лесковец вместе с глебом алмыгиным подумывает об уходе с проекта или кристине уже надоело слушать претензии ермаковой все еще обижающийся на выгон артема мартинчика или отрабатывает отпуск в которой собрала вещи вместе с глебом и еще не решила вернуться ли они обратно на дом 2 Анна Мадан и Максим Моргенштерн задумались о том чтобы покинуть проект Мадан раз уж откладывается из-за заболевших известным вирусом участников проекта поездка на Сейшелы ее и Максима Моргенштерна вдруг заявила что они задумались об уходе с реалити-шоу но собираются быть известными и знаменитыми и из публичного пространства точно не исчезнут Одновременно Аня в микроблоге уточняет что ровно год назад она пришла на проект дом 2 где нашла свою любовь ждать предложения от Максима она не станет так как допускает долгую совместную жизнь и без штампа в паспорте не рассчитывает на проектную свадьбу или все-таки собирается продолжить карьеру моделей выиграв конкурс мисс дом 2 после победы в котором у нее начались стычки с антифанатами Неужели после ухода Гобозова в чем немалую роль сыграли Моргенштерн и Мадан им стало неуютно на телепроекте не случайно же вдруг обе пары которых собирались отправить на яхту к Сейшельскому берегу одновременно заговорили об уходе с телестройки Маша Давидова рассталась с Гобозовым Александр Гобозов с мамой и своей девушкой покинули проект только не задалась у него нормальная жизнь за периметром Саша съездил и повидался с сыном Робертом какое-то время провел вместе с ним бабушка Ольга Васильевна тоже была очень рада посмотреть на внука также состоялось знакомство Маши Давидовой с сыном Гобозова Потом Саша был в гостях у родственников Давидовой где их хорошо приняли угостили и вчера 2 августа Маша Давидова в прямом эфире рассказала что она и Саша расстались несмотря на то что у Маши есть чувство к Гобозову Но по ее словам Гобозов за весь день сумел так и испортить настроение что у девушки случилась истерика в итоге Давидова не смогла больше терпеть закидона своего парня и они расстались Гобозов отправился на Кавказ а Давидова в свою квартиру наслаждаться свободой По словам Маши на проекте она постоянно чувствовала себя скованной не могла быть сама собой а ведь девушка любит и умеет петь что постоянно делает свободные минуты на проекте она была лишена этого да и многого другого было нельзя что прописывалась в контракте аж на 15 листах отвечая на вопросы подписчиков Давидова заявила что на проект она больше не вернется по поводу Гобозова и его мама не знает но лично ей хватило того времени что она провела на телестройке чтобы понять что она больше не вернется на поляну тем более если вспомнить с каким трудом ей удалось покинуть проект оказывается руководство не отпускало девушку все-таки много тем было на ней завязано и ее несколько раз отговаривали от ухода в дальнейшем Маша собирается заниматься певческой деятельностью есть желание записывать несколько песен и конечно же блогерство девушка обещает рассказывать подписчикам о своей жизни о том что интересно ее поклонникам спасибо за просмотр рекомендую посмотреть и другие интересные ролики кликайте прямо сейчас подписывайтесь на канал ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии